Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Сибирёва Дарья, я Белгородский городской союз студентов. Мой вопрос может показаться несерьёзным, но я считаю, что он очень важен. Он касается закона о полиции и о переименовании полиции уже существующих структур типа ГИБДД, ГАИ. Я честно скажу, я не поднимала этот закон, но мои ребята мне сказали, что вычитали там некоторые аббревиатуры из новых должностей. Я вам зачитаю, я не буду сознательно ругаться, я просто зачитаю аббревиатуры. Зачитаете аббревиатуры новых подразделений, название новых подразделений, да? Подразделения старые, названия новые. Название, хорошо. Пупс. Пиздюн. Как-как? Пиздюн. Полицейский инспектор защиты детства и юношества. Вы простите, правда, сочиняла не я. Полицейский инспектор дорожного регулирования, ПИДР. И государственная единая инспекция, ГЕИ. Государственная единая инспекция ГЕИ. Я, конечно, надеюсь, что это не так, но ходят в социальных сетях, правда, такой миф. Вот хочется верить, что это миф, и если это так, может быть, имеет смысл подумать и пока не поздно что-то другое придумать. Вы простите, если мой вопрос не корректен. Я первый раз слышу такую аббревиатуру. В принципе, эти слова известны. То, что так называются подразделения правоохранительные ведомства, это, конечно, необычно. Но, думаю, вы согласитесь со мной в том, что реформы в правоохранительной сфере назрели давно. И смысл предложений Дмитрия Анатольевича заключался именно в том, чтобы изменить не название, а содержание работы этих ведомств. Обновить кадровый состав. Конечно, сейчас рано ещё говорить о результатах этой работы. Но то, что цель правильная и то, что эта работа востребована, это очевидный факт. Конечно, дело в том, как государство сможет реализовать те задачи, которые оно перед собой сформулировало. Посмотрим. Ведь дело не только и не столько в названиях, сколько в изменении сути самого ведомства. Повторяю, кадрового состава. И я вот говорил в своём выступлении, предполагаются структурные изменения. Ведь, если бы вы посмотрели туда повнимательнее, немногие подразделения остаются в прежнем виде. Происходят структурные преобразования внутри самого ведомства. Повышается уровень материального благосостояния сотрудников. Я приводил эти цифры 33, 35 и больше для начинающих работников. Это, в целом, серьёзные деньги, имея в виду средний уровень заработной платы по экономике. А средний уровень по экономике только в 2012 году у нас где-то приблизится до 25 тысяч. А там начинающий сотрудник будет 33 получать и больше, под 40. Это уже кое-что. Средний уровень по экономике 25. А вот, коллега наша, медсестра, вообще 4 300 получает. Будет из чего выбирать, я надеюсь. Но всякая несуразица, конечно, она неуместна, я прекрасно это понимаю. Самое главное, конечно, общество оценит по результатам. Нужно работать на этот результат. Субтитры создавал DimaTorzok